Что делать с жадностью? Причем ко всему. Не только к делегам. Например, жажда познания. Наверное, более сильная. Понимаете, с жадностью вы ничего не сделаете, пока вы чувствуете себя нищим, в самом-то смысле, что-то не хватает. Вы будете жадны. То есть, это как, что делать? Вот если я голодный, и вижу курицу или салат, или еще что-то, у меня возникает желание это съесть. А мне скажут, что это плохо, это желание. Мясо для практики. А желать хочется. Но если меня накормили, я иду и вижу, то же самое. Вопросы о том, что я не должен испытывать желание съесть, нет, потому что я сытый. То есть, я сытый, и поэтому вопрос о жадности не встает. Соответственно, вопрос жадности – это вопрос того, что мне что-то не хватает. Это не вопрос того, что я жадный. Это вопрос, что у меня есть какая-то пустота внутри, незаполниленность, которой я надеюсь, надеюсь, как любой другой человек, заполнить впечатление от нашей, может быть, веющей обладании чем-то, чувства какие-то. То есть, я хочу просто что-то заполнить внутри. И пока вот эта вот пустотность, она существует, незаполнилая, это неизбежно, потому что я хочу ее заполнить. И дальше приходит священник, и он мне говорит, что жадность – это плохо, что вносит еще колоссальный конфликт в его жизнь, потому что я хочу жрать, а когда я ем, я чувствую себя грешником, потому что это неправильно хотеть есть. И возникает еще больше конфликт. Соответственно, единственная возможность не быть жадным – это иметь внутри полноту. То есть, когда мне не надо, но это качество меня. То есть, я чем-то наполнился. И дальше я начинаю посмотреть. Дальше важный момент возникает. Вы начинаете понимать, что то, что вы хотите наполнить, наполнить, это такая бездонная, невероятно бездонное пространство, потому что вы внутри бесконечны. Эта пустота бесконечна. И эта та малость, которую мы в нее запихиваем, это эксистенциальная пустота, это эксистенциальный голод, мы пытаемся наполнить какими-то маленькими впечатлениями, еще чем-то. И когда вы понимаете абсурдность, это абсурдность, что это невозможно, начинаете понимать, что он наполняется чем-то другим. То есть, он наполняется из другого источника и совсем другим качеством. И вот когда этот источник открыт, и он наполнил эту пустоту внутри меня, то чувство жадности самопроизвольно исчезает. Самопроизвольно. Если я с ним борюсь, просто как обычный человек, я всегда проеду, всегда. Я могу поссоцать лицемерным, все. Вот максимум, что я могу соссоцать лицемерным. В этом смысле, быть жадным лучше, потому что это хотя бы честно. Или я могу делать вид, что я нежадный. Но это всегда делать. Потому что нежадных людей, их единицы, это те люди, которые внутри себя ни в чем не нуждаются по-настоящему. А это только те люди, которые вот эту пустоту, экстенциальную, заполнили тем, что называется экстенциальным богом, или так, как он качество, как качество. Вот это богатство внутреннее открытие. Которая так же бесконечна, как та пустота бесконечна, которая являетесь. То есть, меньшего, меньше меня не насытишь. То есть, если я бесконечная пустотность внутри, то есть я пустота, я могу только заполнить бесконечное вот это какое-то мистерие жизни, которое заполнить. Поэтому, когда это понимаю, я начинаю делать некоторые, ну, что ли, исследования, как, ну, поиски того, что есть вот эта бесконечная потенциальная наполненность. Как ее открыть? потенциал от себя открыть. Открыть то пространство, где я не нуждаюсь ни в чем, и только из него я могу жить нежадно, из него. То есть, будучи им. То есть, по сути, нежадным может быть только бог, потому что он изобилиен, он сам все создает. Все остальные, это не важно, какой уровень дохода, все попрошайки, это, ну, как бы все пессимистические говорят. Они приходили к королям, и они говорят, ты нищий. Почему? Потому что тебе мало. Тебе надо расширять границы, экономику усиливать. Тебе мало. Но, они их не обвиняли в этом, они просто констатировали факт. Это очень важно понять. То, когда ты человек, потому что ты жадный, это просто констатирование факта, это не обвинение. Потому что религия сделает обвинение. Факт обвинения. Если человек пришел к доктору, и говорит, я болен, это грех, это не доктор. Ты не должен быть болен. То есть, ты болен лечи, да? То есть, если человек жадный, то попробуй его вылечить. То есть, не создай у него вину в том, что он жадный. Вылечи его. Если не можешь вылечить, то осыпай его в покое вообще. А ведь, все эти чувства, они как бы связаны с чувством вины. С чувством, это еще как бы усиливает. То есть, я владуя каким-то качеством, и мне говорят, что эти качества, они неправильны. То есть, получается, что я на эти качества еще накладываю еще и вину. А лекарство где? Дайте лекарство. Если вы говорите, что жадность это плохо, то научите меня быть не... Дайте мне возможность. Не быть этим. А возможности не дают, а дают просто контролировать свою жадность. Или делаю вид, что ее нету. Дай нищему 10 рублей и скажи, что ты не жадный. Докажи самому себе, что ты не жадный. Дай 11. Докажи самому себе. И начаться доказательство. То есть, это самообман. Все жадные. Потому что мы живем умом. То есть, только когда я живу из измерения, которое ни в чем не нуждается, а это измерение сакральности, то есть то, что люди называют Бог. То есть, когда я живу из этого измерения, божественное, я открываю, открываю, что там мне ничего не надо. Просто по факту, ничего не надо. Если это измерение я не забываю и живу из него, то только тогда я живу не жадный. Только тогда. Но чтобы из него жить, надо его открыть. А как его открыть? Ну, дело в том, что сейчас все про изобилие говорят, когда говорят о жадности противоположной приводит изобилие. Но вот это слово, оно настолько уже нивелировано, что вот этого изобилия, вот наполненность или вот этого изобилия, оно тоже не чувствуется. Нет, оно не чувствуется. что-то правильно. То есть я смотрю внутрь, я там его не чувствую. Да. Потому что, понимаете, вот идет явление, которое покой, изобилие, да, полнота. Удивительно, что они не персональны. То есть они эссенциальны, то есть они универсальны. То есть я, я, как Вася, всегда беспокоен, всегда жаден. Всегда. А покой и изобилие, это не я, как Вася. То есть это качество, это первичное качество жизни, которое существует, и чтобы эти качества раскрылись, это не будет качество Вася. Вот в чем дело. Вот тут возникает некоторая, ну, как бы, сложность, потому что Вася хочет быть в покое, и Вася хочет быть не жадным. Вася, он хочет это. А он не может, это как вы не можете войти в пустую комнату, вот когда, ну, я хочу быть в пустой комнате, я. Но когда вы входите, она уже не пустая, понимаете? То есть она пустая, когда у вас нет. Когда вы пошли, она уже не пустая, и получается, что это желание быть в абсолютно пустой комнате, оно не выполнимо для вас, как физического объекта, потому что вы ее заполните. То есть комната пустая, когда у вас нет, все. Но вы хотите увидеть пустую комнату. И вы так раз голову думаете, может, успеет. Вот голова, так этот Вася, сейчас я в покое нырнул, на дно, на дно. Раз, он нырнул, а там уже в покое, я в покое, я в покое. И вот эта драма, эта драма индивидуального живого существа, можно сказать, что она хочет коснуться там, ну, измерение, потому что она слышит об этих измерениях. Но знаете, что интересно, когда, допустим, говорится о покое, о покое, Иисусом, да, через тело Иисуса, или Бонды, или об экстазии, там, об изобилии, о мире, о счастье, это говорит не Иисус, как вы его видите, это сам покой говорит о себе, покой говорит о себе. То есть Иисус не говорил, я люблю, я счастлив, я есть счастье, любовь, да, я есть метод, я есть это, то есть я есть любовь, которая сейчас с вами разговаривает. О, как это теперь? Ага, значит, я тоже хочу вот такую любовь. Которая сейчас, собственно, разговаривает, я вот хочу вот такую. То есть и вот тут возникать сложность, потому что я не может это иметь. Оно должно закончиться, и когда оно заканчивается, возникает любовь, которая как это живая, она разговаривает может. Она осознающая. То есть вот это пространство, ну, как бы, жизни, Баттс, основная, она осознающая, из него рождается индивидуальное сознание. Я об этом и спрашиваю, когда закончить индивидуальное, я как пойти в то? Кто мне сейчас это спрашивает? Ну, да. Индивидуальное я, скажешь, как его закончить? Зачем? Зачем индивидуальное я, это нужно? Вот зачем тебе это нужно индивидуальное я закончить? Я не знаю. Нет ответа. Хочешь совершить самоубийство? Ну, в принципе, да. Как я. Да, как я. Как я. Вот задумайтесь, зачем индивидуальное я, хочет закончить жизнь как индивидуальное я. Зачем ему это надо? Надоело. Оно само себе надоело. Да. Ну, действительно, уже не граждан всю жизнь. Да, все уже. И вообще все спрашиваю. Здорово и скупка. Бодро. Бодро, здорово и скупка. А если Басе ничего не хочет? Это уже не Вася. Это все очень поверхностно. Вот это индивидуальное я хочу, я не хочу. Это все как бы на периферии. Но если Басе выходит, то у него ведь вакцина нет. Куда? Ну, значит, нет. Но это же очень поверхностно. То есть глубина возникает, когда это чувство я-отделенности заканчивается. Да, там возникает глубина. Даже если у вас нет никаких желаний, но это переживается индивидуально, это не глубина. Это просто временное состояние индивидуальной психики. Я сейчас скажу, что при глубинах я говорю о том, что для моего кассивного продукта было человечество. Что его двигают только в личном объекте. То есть заставляют реагировать. То есть если вы празднули себе объекты, ну, как бы, да? Люди вокруг. Ну, люди вокруг. Вот. Ой, ну, бегать не с чем вообще. Там, да, шестолка. Ну, только уже ездили сам, я не знаю, но даже к шестолоке сработки для вас. На всех как бы. Ну, есть объекты не только внешние, есть водоние объекты, это также будет ухудшить дерево, провоцировать, так и, то есть, все. Вася, он сам является, все важно понять, что Вася сам является объектом. То, что мы называем индивидуальностью, это просто набор мыслей, набор чувств. То есть в ней этого нет, нету вас какого-то этого Васи. И, понимаете, вот это желание закончить с собой, это часть эгоистической потребности самого Васи. То есть жизнь, вот эта основа жизни, она не хочет вас заканчивать. То есть если вы из правильной точки смотрите на Васю, с Васей никакой проблемы нет. То есть Вася просто родился, какое-то время он живет, потом Васи не будет, но это не проблема, Вася не проблема. То есть Вася проблема сам для себя. Как из точки это родился? Смотреть, как Вы в эту точку переноситесь. Вы начнете на Ваше смотреть? Еще внимание, или внимание. Потом, когда Вы Ваше видите целиком, Вы понимаете, что чтобы что-то видеть целиком, Вам надо быть вне этого. Потому что обычно видим какой-то фрагмент Васи. И мы видим фрагмент, потому что мы смотрим из другого фрагмента, на этот фрагмент. Это вот эта способность увидеть Вася как целая, это игра внимания. То есть Вы просто нагадаете внимание восприятиям. То есть Вы смотрите. Вот даже сейчас, понимаете, даже сейчас Вы по сути смотрите оттуда. То есть вопрос, как мне оттуда смотреть, сам по себе, уже вам нельзя объяснить, как, потому что Вы оттуда сейчас смотрите. И у Вас есть идея, что Вы смотрите не оттуда. То есть я могу эту идею просто удалить. поддерживаю. Идею. Просто не поддерживаю. Идею. Вы говорите, я не хочу в этом быть, да, но внутренне вы с ним соглашаетесь. То есть само даже желание не хотеть в этом быть, это уже согласен, что Вы в этом. понимаете? То есть, поэтому это просто очень, очень высокая степень внимательности. Не то, что Вы из этого придете в это. Это то, что Вы начать и замечать, что в этом никогда не были. То, откуда Вы хотите выйти, да? Вы в нем никогда не находились. И Вы сейчас в этом не находитесь. Поэтому, если Вам дается метод, да, скажи, метод, как оттуда перейти сюда, то этот метод усиливает Ваше убеждение, что Вы еще там. То есть метод очень тонким образом начинает Вас убеждать, что Вы должны что-то делать, чтобы оказаться там, где Вы должны оказаться, где Вы хотите оказаться. То есть сам метод становится формой гипноза. Понимаете, от чего сложно? Если Вы ко мне приходите и говорите, я болен, да? А я вижу, что Вы не больные, а Вы убедились, что Вы больные. Если Вам начнут пищать лекарства, то что это лекарство? Они будут убирать Вас, но Вы больные. Как мне там оказаться, да, это вопрос с некоторым подвохом получается. Что если я начну объяснять, как Вам оказаться, да, я буду потреблять то, что Вы не дам. Поэтому это вопрос внимания просто. То есть Вы сейчас оттуда говорите. Все, что делает Ваше возможным, это восприятие оттуда. То есть Вы, как Вы себя знаете, воспринимаетесь оттуда. И Вы не то, что Вы воспринимаете, а Вы воспринимающие. И воспринимающие не объекты, это некая бесформенность. Это восприятие, которое чисто, оно не человек. И оно через человека, да, видит мир. И в том числе человека оно видит. И когда оно проходит через человека, да, чтобы увидеть мир, оно по ходу дела еще идентифицируется с человеком, через который он мир видит. Но оно может этого не делать. То есть оно смотрит, то есть я вижу вот этого Васю. И я понимаю, что этот Вася, это проводник меня, как внимания, вот в эту Вселенную. То есть без тела я Вас не могу видеть. если у меня не будет тела, да, или она будет нефункционировать, все, вы для меня закончились. То есть тело это нечто, что позволяет мне видеть вот это. Но что заставляет меня идентифицировать себя с тем, что позволяет мне здесь находиться. Это просто моя собственное соглашение, то есть я забываю. Я верю, что я являюсь этим, что меня в этот мир проводит. Так? Внимание. потом к нему. И... А зачем я согласился? Это такой философский вопрос. Зачем? Поиграть можно. То есть это называют игрой иногда. А побыть живым существом. Совсем драмы, да? То есть... То есть это как будто по-настоящему прочувствовать себя. Ну, чтобы полностью прочувствовать жизнь существом, надо полностью себя забыть. То есть если вы себя не полностью забываете, то эта жизнь это уже не жизнь человека. Это жизнь кого-то, играющего в человека. Всегда играю. Чтобы игра стала... Ну, тебе надо приложить только пример, что со временем, может, у нас сейчас есть, компьютерные игры будут такие, что вы будете полностью забывать в своего человека. То есть вы попадаете в виртуальную реальность, и на шесть часов вы забываете. Вы реально, все ваши чувства, эмоции, они реальны. Вы забыли, что вы сидите в этом. И вы там можете умереть, да, и когда вы будете умирать, вы будете испытывать то, что как во сне, когда вы забываете, что это сон. Там все по-настоящему. Когда там все по-настоящему? Когда вы верите, что это то, что вы сейчас видите, это реальность. Если там убивают вас, они убивают. Все те же чувства. Все это та же интенсивность. Почему? Но чтобы эту интенсивность прожить, вы должны забыть, что сон это сон. Так и здесь. То есть если сознание хочет прожить всю драму индивидуальную, оно должно себя полностью забыть. И вот поиграть в это, и потом оно хочет, допустим, поиск, это часть игры. То есть вспомнить теперь. Поискать. Поискать. Играйте в прятки. Это хорошо спрятаться. То есть ты хорошо прячься, играйте в прятки. Это неинтересно в прятки. А если ты разу и иду искать, что ты стоять перед тобой? А в чем прикол? Прикольный, да? То есть. Поэтому это все шоу. Если получается. А если не получается, то это часть шоу. Серьезность. Другого года не получается. Но это часть шоу. Но это когда ты это уже понимаешь. Но когда серьезнее, то это не часть шоу. Ну, как кажется. Поэтому это... Вот эта легкость, да, с которой вы относитесь, даже к серьезности, с ней нет проблем никаких. Вы можете быть серьезным. Вы даже по скандалии можете. Но просто есть какая-то часть внутри вас, которая с этим играет. Просто вы... Это как вы во сне. Вы можете продолжать спать, но в какой-то части вы проснулись. Вот это состояние полудрема. То есть вы уже понимаете, что этот сон, он еще продолжается. То есть в какой-то части вы спите, но в какой-то части вы уже не спите. Вот в этой части вы к основе относитесь по-другому. То есть вы видите сон как сон. И даже если там что-то происходит, такое драматическое, вы уже из той части не можете это видеть, как драма настоящая. так и здесь чтобы реализации то есть какая-то часть вас она просыпается в том смысле что она уже не может все это видеть как настоящий не может хочет уже не может даже если хочешь и это начало как бы вот этого рукава и пробуждения что сон сон продаж жизнь продолжается но какой-то какой-то часть у себя вы не можете к этому отнестись как грани периферии вы плачете смеетесь но где-то где-то появляется какой-то пласт не может серьезно воспринять а когда плачет эти пласты активизироваться в вашем восприятии то есть ваше внимание чатах отрекисты они всегда есть поставить не регистрируйте вы только не было замесено все внимание поглощать область который при этом свободе не регистрируется просто внимания не хватает поэтому развиваться должно чтобы охватить всю целостность то есть одна часть я плачу мне плохо другой часть я смеюсь третьей частью я наблюдаю все это все есть это момент это это мой объем я в таком объеме живу я существо которое в объеме всей вселенной живет а знаю только одну вот эту часть которая истеритесь индивидуально будучи всем вот этим объемом то есть что делать мне просто знакомит с моим объем в этом во время есть экстаз есть покой есть печаль есть память прошлое жизни тогда есть это жизнь и это все есть одно момент я живу какой-то фрагментом на жизни так самого себя я живу всей этой полнотой это совсем разные жизни вроде бы внешне это одинаково за этим стоит объем этот объем когда компонент полностью постигаете чем вы являетесь этим вы тоже являетесь то есть вася на часть вас часть вас маленькая часть и снимите проблем нет пока когда вы понимаете что после маленькая часть у вас когда вас это все вы понимаете вот это два раза он перегружает пока вы живете как все тело все тело то все ночи нормально но если вы будете жить как один мизинец доставим трудов что то ли потому что все внимание будет на одной точке то что с ней делать так так как уходили ничего то есть непонятно потому что это не задействовано все весь объем но когда вы живете всем объем вы тоже появились и не думаете как у полива с мизинцем что он там делает вы только увидите что очень важно это вся моя жизнь вот красить начинают под это очень важно чувствует когда я живу всем этим объем это какой-то механизм но он тоже часть меня то есть живет телом до отчасти если я чаще наблюдаю все эти степени не возлюбляясь то внимание на все разрастает больше могли вы начать и замечать замечать какие-то вещи но это чтобы замечать это не судить понимать что важно это одна из улов когда вас начинают учить судить о жизни судить осуждать себя осуждать то это способность ваше внимание блокировать потому что вы что смотрите и ваше суждение или общественное суждение внутри вас они не позволяют вам где-то вид потому что эти они осуждают то что вы можете видеть это сознание то есть поэтому очень важно изучать как мы обусловлены то есть нам запретили нам запретить нас научились сотни ведь этот нас научили она очень древние ночи на их уровне там в очень многих слоях психики и ставят установки запрещаю просто запрещающие что они видят и свои качества какие-то качества в людях не видеть какие-то измерения жизни не видеть вот многие дети они видят вот эти привидения не некоторые ну кто-то придумывает а кто-то реально видит но когда в обществе этого нет ты выдумываешь что это запрет то есть ты то есть общество не поддерживает и выставлять это как некоторую патологию ну как бы решать смешно что ты уже большой хорош уже дурака валять по-другому начать видеть то что видят все это и что мне не позволяет моему вниманию если я идентифицирован с этим я с мыслью я я хочу пустоту я хочу этого покоя но когда я подхожу к покоя я действительно подхожу я с наблюдал за людьми это же видно то есть он этого ищет 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 и вдруг возникает ситуация когда энергия начинает его просто стирать то есть он этого хотел всю жизнь где-то медитировал я хочу потерять полосу контроля чтобы бог взял все это все что-то через меня все случалось и тут я чувствую что сейчас случается что вот этот вася который я хотел я хочу я хочу хочу чтобы я стерли и он сейчас действительно стирать и тут паника дико начинается у вас потому что на самом деле этого не хотел поэтому поиграть который к этому подходит он понимает что это уже не игрушки уже все что хотел не ты уже занимайся практика практика уже тобой занимается не ты закончишь вечером и тут начинается просто истерика это власть если эти острова да именно можно и просто вот когда вы начали говорить и вот я понял что тема жадности она идет как раз из-за страхов страх стать остаться бедным одиноким и в конечном итоге это страх смерти и просто вы как раз сказали то что или а дальше но страх потерять он со страхом смерти идет страх потерять себя вот вы как раз начали говорить о ситуации которая была когда у меня внешне и внутренне начала стираться вот эта грань и у меня выбросило тело из медитации просто на уровне интересно это как рефлекса поэтому так вот тогда возникает вопрос что делать со страхом причем когда уже уже не на осознанном уровне на уровне тела получается и это страх короче на все области это игра сил на самом деле понимаете вы ничего сделать не можете вообще вся ваша жизнь это вы не делаете почти это вот эта идея что я здесь что ты делаешь а очень странно просто вот это такая площадка космический сил здесь потому что ты делает я не видел такие есть это думаешь а что делают но в тех что-то делает что мне от со страхом с собой что хочет и сделали это силой чтобы какая-то космическая которая в тебе, а ты кто такой? А ты мысль, которая пытается, ты что-то… Ты кто вообще? Что мне делать самостоятельно? Хороший вопрос. Не, ну, кто сам с ним что-то делает, пойми. Это жалкая идея, что я тут что-то делаю. С чем я тут что-то делаю? Просто, когда вы начинаете сталкиваться с этими энергиями, которые, ну, более интенсивные, они просто разрушают этот миф о том, что вы здесь что-то делаете. Потому что когда вы бьёте там чавку чая и поносите, у вас есть ещё миф, да, что это вы делаете. Потому что это привычное действие. Но это не вы делаете. Это некая прана, сила, которая решила, а вы тут ничего не делаете. А когда начинается действие, которое не входит в привычный стереотип, то у вас бёргать начинает, либо что-то такое… Уму очень трудно уже иметь претензию, что кто-то делает. Поэтому, когда мы в привычном стереотипе действий, спекуляция легка. Но когда начинает что-то происходить непривычное, или какие-то энергии, сила, мы понимаем, что мы это не можем делать. То есть это очевидно становится. Вот эта очевидность на высоких каких-то потоках энергии необычных, она просто проявляет, реальность проявляет. Но при более внимательном осмотрении вы понимаете, что здесь вообще ничего нет, вообще ничего. Поэтому вся вот эта история, а что мне нет, что просветит, кто вы такие вообще? То есть, что вы можете делать в том смысле, что опять поддерживать эту идею, что вы что-то здесь должны делать или можете делать, это поддерживает миф. То есть, похоже, факт в том, что здесь никто ничего не делал никогда, как индивидуальность. А как универсум, как универсум, вы делаете то, что вы делаете. И универсум никогда не спрашивает, что ему делать и как ему делать. Он просто делает и всё всё время. То есть, у него проблем с этим нет, с тем, что он делает. А когда появляется индивидуум, у него возникает куча проблем, вопросов того-сего. И как только я начинаю взаимодействовать в таком ключе, получается, я поддерживаю миф просто, который у меня существует. Поэтому некоторые мастера не отказываются это делать. Ребята, вот, давайте не будем делать вид, что здесь нужно всё это делать. Со страхом. Но самое интересное, что когда я буду наблюдать, видеть, это не качество индивидуума. То есть а что мне делать со страхом? Вы, как бы, индивидуально подходите к проблеме. Когда он говорит, смотри на страх, смотри на страх. Я не обращаюсь к вам как личности. Потому что когда говори смотри на страх, я говорю не вам. Я говорю вам, к этому видящему, а не на самом. Вы во это явление – я говорю смотри на страх – просто смотри на него, не на что там не делают. и когда и вы так на страх смотрите без идеи что делать возникает некоторое но понимание а какой вообще-то ко мне имеет отношения к мне с этим надо что-то делать вообще страхом или радостью печально это часть шаг это игра шапки я как видишь я шел я смотрю на то есть в этом смысле вопрос осознать себя вот этим сливой до видящим наблюдающим танец шахте то первое что здесь вообще нет меня к индивидууму есть шарки ешь и вода дальше возникает вопрос а кто я шарки решила то есть мы уже вышли с уровня вообще диктальности вообще на пусть я уже не вася до решающей проблемой а я шива наблюдающий шахте но дальше я шахте который как который видит силы не ошибок провели шахте то есть все ваше уже нет просто то есть два две силы сила восприятия дать качество даже следы есть качество восприятия то члены знает самой себе это качество баба зачем как шива а то о чем она знает о вселенной заводоваться как шахты вот две силы и они уже чем стал конечко в этом акте восприятия в акте восприятия стал 5 2 явления явление жизни динамики явления спия для запас кто я я это или это и дальше когда вы понимаете да вот этот выбор он не вопрос выбора потому что вы являетесь чем-то что проявилось как то и другое вы трансцендентно даже вот этим явлением в одни что что в данный момент является вселенной в аспекте восприятия воспринимаемого это вы какие-то спракты какая медитация кто куда и зачем а часть вот этой вселенной уже которая да есть вашим есть вальсе он тоже в этом часть функционирования и вот это тело да то есть она она тоже осознается при этом но может она не узнается как я вот она остается как часть меня а это это всегда это соединенность как бы идентификация она не просто просто играли энергетические явления просто заявление я я не я не свой страх это просто это может быть просто образование словами но когда вы действительно энергетически свободны да то есть ваше внимание не залибшие это это свобода внимание свобода они наконец внимания касается страха а другой конец внимания находится в свободе этой свободе в эту свободу чувствовать понимаешь что за этой свободы касайтесь травы свободы и на строк со свободой чё делать не может поэтому можете почему нет это одна из сил во вселенной которые нами узнаешь как страх осознаешь его но при этом тот не освободит способность осознавать что-то оставаясь свободным от этого жизнь потому что если я что-то не осознаю это 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 то я просто не живу потому что весь мир исчез сочетание свободе осталось свободу нет жизни но если я осознаю жизнь и я в нее вовлечен то осталось жизни не свободе поэтому в глубоком сне не свободно там нет жизни вы свободно отзыву вопрос не давайте выслабить свободу вашего там не живете а в жизни нет свободы за то есть впечатление способности как быстро говорит глубоко спать при жизни то есть быть сказать качество свобода от жизни видя жизнь что просыпаетесь да не просыпаясь внутренне остались также свободно житель в боком сне там нет проблем нет таких учет свободно на жизнь появилась а свободы сохранилась в качестве это тут искусство ну тогда полная расслабленность но это расслабленность конечно как во сне мы растет ослаблен в глубоком сне и как просыпаетесь у вас не возникает напряжение то что появились образы до образа они не застают вас напрягаться надо знать что активность исчезла то есть не напряжение не есть отсутствие активности но когда вы не напряжены вы можете действовать не напряжен это во многих видах спорта там ушел да то есть там это особенное действие то есть действие расслаблены то есть вас учится расслабляться и в этом расслаблении вы газом в танце то есть тело расслабленного с газа больше возможностей комбинации и занимались с партнером чем если вы такие это расслабление но не против активности появления то есть чем можно расслабить тем больше вы можете быть и проявлены он получит такая продукта то есть поэтому это расслабление она насыщает вас способностью жить то есть вы живете в этом слове с красивым поэтому с магнитичными если этим качеством владаете да точно не расслаблением которые творческие датом улетично становитесь с люди приходят хотя с вами быть общаться почему к этим святы приходили того что магнетизм красота чем приходит воры едем там или к океану или цветы сажаем я приходим они же не пиарить себе этот 9 океан себя не пиарит а пляжи все забиты потому что им не надо он обладает таким качеством которое притянет цветов до распускается некой рекламы компании пчелы качество до пошел аромат и соответственно это узнаете вселенной всем откликаешь на живая тоже она окружает на живая и это не совсем незамечен не может остаться незамечен то есть все настоящее да она имеет свой опыт если вы сами себе придумали что просветление на реальные качества человека до который свободен который росла на его красиво и это естественно процесс и вот эту красоту собственно мы тут есть опять медитация не что-то мечтание о боге того беру создение какие-то огранка это строительство той красоты которые мы являемся просто жизнь прошли из этого сделали как какой-то вообще не знаю столько из этой религии философии стоком по делу всего а это очень простое явление расцветание человеческого существа просто а почему это все такое сложение чтобы в темной воде можно спекулировать то есть все время бизнес то есть жадность жадность то есть люди хотят заработать на религии тоже возникает эксплуатация чтобы можно было спекулировать навести много мути это во всем так любом если много непонятного муки там документов того сего всегда можно и мы так живем как общество объявить часть общества то есть велигия в каналах социальная система это часть корруппированного общества вот в чем сложность это коррупция на не только в организованной государственной религии она как если я человек да я хочу вести ее йога класс еще что-то и я понимаю что кормить семью мента оплачивать аренду надо это я очень много провокации начать делать то что угодно публике то что естественно и я стану школа первыми даже я не выдерживают этого критерия это может быть не выгодно поэтому лучше лучше если вы не связываете внутренние какой-то путь и свои денежные интересы иначе надо быть кристально чисто это большой вызов все люди которые работают в сфере услуг более психологически это очень разрушительно это очень опасно потому что так устроена вся система что если вы честны вы проигрываете конкуренты и поэтому если вы готовы проиграть оставаясь честными да вы можете вот эти если не готовы то вы можете понимать это очень тонко когда вы обманываете это тонким образом разрушает психологические системы внутренние когда вы потом пытаетесь медитировать у вас ничего не получается это образ жизни почему так словно словно медитировать в образ жизни почему люди ведущие простой образ жизни да то есть он вспахал поле засел и в чем-то проще они были честны и не были кроме первыми они не придавали себя и когда они садились у них не вас этих вот проблем какая гадость там внутри и вообще не выносило смотреть в себя да и и не было вот этого идея получить выгоду из религии религия это не выгодно это любовь если я люблю человека у меня нету идеи какой от него выгоду имеют там деньги там и считать как-то там это мои твои деньги да то есть в дружный в такой настоящий там нету это не выгода это просто радость то что мы разделяем нечто нечто что не является коммерциализированным мы это потеряли вообще почти вновь и в религии в отношениях и везде то есть в основном все время идет почему так работает и пока мы не поймем ум потому что он контролирует здесь не политики контролируют ситуацию пошли их самих которые они тут некая сила и эта сила это гораздо больше чем эти политики это силы которые во вселенной контролируют очень многим пространство это сила ума вселенского она называется тонной это определенная сила во вселенной это как бы это слово это не чертся ногами это сила который внутри вас функционирует внутри каждого человека в голове это матрица дата который здесь работает и внимание должна восстать эту модель как она работает чтобы освободиться то есть она очень тонким это только тонкость интеллигентность и заинтересованность и чистота чистота преданность преданность истины когда вы готовы как иисус да это сила пошел на крест потому что я просто лишь это выгодно было он сделал то что он чувствовал сердце накрыть мы часто какие-то вещи в мелочах мы идем на компромиссы эти компромиссы кажется ничего не значащими на и тонким образом программируют психику потому что наложение программ не позволяет нам быть подлинными в процессе наблюдения то есть поэтому когда это понимаю я понимаю что каждое мое решение каждого события каждое деда это мелочь просто мелочь я сейчас поводил там деньги да и поднял волосе в карман так на 3 копеек нет и это скаклял образом налажал опечаток на мою сознание там следующее да я там на работе сделал брак вот поставить это важно отпечатать поэтому и когда это понимаю что это не просто действие кто-то совершил это не увидел потому что нормально это действие оно сформировало след который запечатлелся во мне как некоторое качество раньше на быть очень внимательна к жизни я начинаю быть внимательно что я делаю почему я делаю даже что это сформировано и носит эти вещи потихоньку начать и понимать что вот это путешествие к самому себе как это идет она требует как он требует уважение внимание ко всем аспектам вообще все нет ни какая-то техника как это философское учение это благоговение перед жизнью в целом и тем что внутри вас находится в это уважаете и вы вот этим благовением уважением служите этому на то есть это сайт на первом месте а все остальное она присутствует но вот это до службы вот только тогда есть возможность только такие люди как правило и раскрывалась это таинство жизни это как бы все остальное это просто игра эта часть как бы времяпрепровождение хобби и этим можно на таком уровне заниматься но это не как правило это как одно из занятий как спортом собирание марок там медитация время-то же самое только как человек начинает но это вот вот это и качество она как как инфекция за раз что мастер делает это просто он может каким-то образом спровоцировать эту силу не вы не можете сделать вот чем дело но вся вся эта игра это провокация такие персонажи как иисус будда они колоссальные провокаторы они не обучают ничему ваш этому нельзя научить и они понимают они не обучать техникам они не дают философии прошли не философия они по своим присутствием катализируют какие-то силы вселенские силы по 6 сила вселенской который называется ум но есть леска села кто называется но надо сердце вместе кито сердце то есть это сила она в древнейшем состоянии но когда она активизирована она власть ума может разрушить но как я активизирую этот вопрос не техника просто как может техника активизировать тот потенциал который создать вселенную в человеке обычно таргмента резонанса то есть вы сталкиваетесь с какой-то структурой в которой тоже резонирует это сила и на это резонансе внутри вас начинает резонанса член начать откликаться то есть если в одном месте это все это это качество активизировано то когда вы подходите близко внутри вас но есть вот этот начинает постепенно себя раскручивать а все эти техники после играет атака это антураж существует без этого без этого вибрации внутренние вот этого по посылам все техники они сутку тех что соку энергии может работать вот это вот эти то есть это не что вообще с той силой с которой вы хотите разобраться которая миллиарды лет существует и она из поколения в поколение как кто вы такой вы никто вы ей сформированы вы часть ее а вы ее продукт как личность то есть личность это продукт этой силы ума создает это даже проявляться за этим сайт сознания видящий даже тут экзистенциальное измерение только когда они активизируются они могут восстановить правильную субординацию личность никогда ищите то просто тень тень ума тело это тень ума это дело это проекция как энергии это проекция здесь ничего не может ваша ваши все знания это проекция труба как вы можете как проекция разобраться с тем что вас отбрасывает но за этим есть нечто что является тоже вами и опас убеждает сознание что она играть с тем что он создает если к созданию верю что я тело то я не могу ничего сделать тело когда я тут но если вот все это игра понимать это это все это очень ну как бы просто и не просто если сознание стоит за умом как у меня удалось это большое такое можно по-разному отвечать но опять то что вообще сразу что вас чем-то убеждает потому что после внимания просто вы не уделяете внимание ум вы даже смотрите мы всю жизнь пользуемся умом всю жизнь вся наша жизнь это размышления а вы знаете что такое ум откуда берется мысль что такое мысль вообще вы не знаете вы этим пользуетесь вы пользуетесь тем это как вы берете на работу человек себе в дом и вы даже не знаете кого вы взяли посудиться взяли какого человека привели доверили в документы деньги там и теперь ваш управляющий вот так ломов он ходит вашу жить то есть какой-то момент он активизируется в мозгу ребенка и ребенка им пользоваться ты создали ребенка на полотолба семерка родился чего не было но ребенок уже был восприятие в жизни было потом это восприятие возникает способность думать как качество даже мосток нам устроен биологически животных нет такого то активного нас может так что он начать активизироваться сознание сталкивается с нет словом явлением мысль дальше она не пытается изучать мысли она начаты пользуются мыслью но а сколько-то время мысль начинает пользоваться сознать контролировать сознание чтобы создать не за чем она пользуется то есть он это не порождение сознания какой-то степени он возникает из сознания но возникает сознание он обладает собственной силой вот в этом как бы притча сатане год до что бог этих ангелов сотворил то есть сатана да это один из ангелов творение бога но он начинает обладать собственным как бы контролем то есть собственную вселенную и так далее почему он как эманация сознания но эта эманация поскольку она эманируется силой определенной она имеется тоже силу эта сила начинает жить своей жизнью как ты рождаешь ребенка соносно это часть твоего тела да то есть это дело но через какое-то время там он начинает жить своей жизнью и какое-то время можно контролировать тебя манипулирует тобой это же ты как же вообще не как проекция могу разобраться с сознанием не как разобраться я здесь не разговариваю с этим я она тут сама она сама разговаривает а я не на самом деле несколько персонажа диалога я где-то их все осознаю это я кто разговаривает она не осознает того с кем я разговариваю когда его отвечаю очень интересный диалог понимаете вы спрашиваете меня спрашивает она я отвечу я не ему там вот не человек ты меня спросил а я бы отвечал кому-то другому то есть тебя бы я игнорировал просто потому что что ты понять то можешь вообще у меня есть Вася Вася умный студент я Вася отвечу но ты можешь задать вопрос потому что я использую твой вопрос ответить Вася Вася поймет вот это здесь и происходит я не против этих явных которые я я я я просто они разговор поддерживают но разговариваю я не с ними и в какой-то момент то с кем я разговариваю оно начинает вихать в себя и надо тоже со мной разговаривать начинать тоже другой разговор начинается это чувствуется то есть когда то то с чем я разговариваю начинает откликаться я это чувствую до какой-то момента оно не разговаривает потому что он в полувменяем состоянии но прислушивается это что-то как это застолье беседы и он так полухат что-то там улавливает но он говорит не говорит так вот это штука когда он по мере произведения он сейчас участвует в разговоре и бывает иногда вот это включается то есть когда я понимаю что я уже говорю не с Якова это индивидуально а с сознанием которое со мной хочет поговорить и следует как оно умудрилось вообще все это вляпаться но уже от лица сознания оно говорится в леса Васи так вот вот это вот начинает чувствоваться когда человеку говорите да вы должны понимать с какими измерениями в нем вы говорите потому что говорить с измерениями личности можно там ну о каких-то вещах там мирских да там тем более таких ценах там на бирже там колбасе но говорить об особо освобождении с личностью смысла нет потому что сама личности есть связанность говорить с тень с тьмой о свете смысл и пошли тима никогда свет не узнать как бы цвет мы не будет то есть давать тени тиме концепцию света ну как бы бессмысленно это будет концепция но если внутри тимы есть потенциальные уголек там который не горит но он как бы можно вот ему может стать в конце пошел сгореть он может познать сверху поэтому у вас есть кто-то тут про сам что может потенциально загореться и с ним имеет смысл говорить о том о чем мы говорим но выглядит очень странно потому что она глубоко латентно а об этом разговаривает то что это никогда познать не может но этим можно пользоваться для того чтобы касаться того что он сейчас не разговаривает но потенциально оно когда-нибудь об этом узнали. Вопросы тоже не просто так рождаются. Да, если не просто так. Они просто рождаются. Просто важно видеть, из какого места они рождаются. Это просто можно видеть. Это фокус внимания. Когда человек об этом говорит, я вижу, где у него вопрос рождается. Здесь, или здесь, или еще где-то. То есть это из прошлого вопроса. Он там книгу какую-то читал, он там что-то выучил. Где-то вопрос сейчас возник, как электроэнергия, консайд. Так же ответы. То есть вы человека спрашиваете, и видите, там начинается перевод в библиотеке. Нашел нужный файл, ответил. Это она чувствует, да, ответ один. Другое, когда вы человека спрашиваете, и видите, что раз, озарение, да, в нем озарение. Он не копался в памяти. Он просто услышал ваш ответ, и возник отклик. Этот отклик, он в настоящее. Он пришел из настоящего какого-то бога, не из прошлого. Это живое слово называлось, да, живое слово. Она живое, причем потому что оно родилось сейчас. Сейчас. Оно не было заготовлено. Оно его не же предсказать. Оно сейчас это рождается. Есть живое действие, это живое. То, что родилось из измерения вечности, сейчас родилось. Вопросы такие могут быть. А есть и другие вещи. То есть когда из прошлого. И вот постепенно, когда вы сприкасаетесь с чем-то, что рождается в настоящем, это провоцирует вас вот эту силу. Тогда ваши вопросы... Мы начинаем этот диалог, да? Вы, допустим, заготовили вопросы. Вы приходите к человеку, вот часто люди описывают, то есть пришли с кучей вопросов к мастеру, сели, просто видят присутствие этого человека не позволяет им с заготовленными вопросами пользоваться. Потому что это выглядит глупо, потому что эти вопросы все очевидно, тупые просто, с позиции настоящего присутствия. Тогда может тратиться какой-то другой совсем вопрос, другой диалог, да? И вот это непозволение умов. Потому что когда приходите к обычному человеку, это две видеоплёнки. Вы поговорили, он поговорил. Нет контраста, на котором вы можете осознать весь маразм, который происходит. Потому что можете дать контрастность, просто контрастность. На котором видно маразматичность вот этого жизни и прошлого. Или памятью там, или я это сделаю, я сейчас эту практику проведу, я разметлею, я... Как я выгляду, я... И вы понимаете, что это просто здесь, это неуместно. Вот тогда человек способен быть марстом, когда он просто проявляет неуместность вот такого, ну, как бы, образа. То есть... И не просто проявляет эту неуместность, а приглашает вас в другое... Он говорит, что есть возможность по-другому. Потому что если бы вы просто, как бы, это глупо, а по-другому вы никак, да, то это, как бы, фатализм. Но он говорит о том, что есть возможность. Что если эти вопросы ваши, заготовленные, здесь оказались неуместны, то это не значит, что мы не можем поговорить. То есть, есть возможность. Она рождается здесь. Вот это вот есть сад сам. То есть, когда мы здесь создаём нечто вместе, даже если вы не говорите, не задаёте вопрос, вы здесь присутствуете. И от того, как вы слушаете, зависит, как звучит слово и что говорится. Проводите внимание. Если человек вас слушает, вы будете одно говорить, если вы живые. Если вы не слушает, вы будете вообще другой говорить, вы вообще не будете говорить, как сказать, всего. Если вы живые, если вы видите, человек вас не слышит, у него уши открыты, но он вас не слышит. Зачем всем разговаривать? Надо как-то внимание привлечь там, да, привести его, чтобы он начал слушать, потом говорить как-то. Это адекватная отклик на ситуацию. И что вы говорите, да, это тоже зависит от того, как человек вас слушает. Вот это сад сам. Поэтому, как вы слушаете, от этого зависит то, что вы слышите, если вы с живым человеком говорите. Если вы приходите к мастеру, то, что он скажет, будет зависит от того, как вы будете слушать. И это все здесь, мы все создаём нечто, что позволяет проявиться через слово чему-то, как информацию. Все создаём. Каждый здесь участвует. Это живое. И через это мы учимся быть живыми, просто учимся быть живыми. В диалоге, в чём угодно. Это просто одна из способов демонстрации, да, что это живое. Есть люди, кто там через танец этому учат, если они в этом живые, да, через ещё какие-то процессы. Это просто мне, ну, как бы я на работу, там, с движением, надо ещё с чем-то. Вот это можно, да, тоже. Вот это часть процесса, да, диалог. В котором я живой. И я вас приглашаю в это, да, я приглашаю, быть живыми. Просто даже слушаю. Крестномутрия вообще не использую вообще ничего, кроме диалога. То есть у этого достаточно. Если вы знаете, как слушать, и больше ничего делать вообще. Просто слушание определённого качества, оно раскроет весь ваш потенциал. Потенциал бунта. Просто слушание. Он говорит, ну, он написал, что такое слушать, да, что такое слушать. Слушать не прошлому, а слушать настоящему. Потому что в настоящем не вы слушаете, слушают жизнь, да. То есть если вы слушаете без прошлого, то это уже и есть реализация. Вы слушаете не для того, чтобы реализоваться, вы уже реализованы в этом процессе слушания. Вы слышите, и в этом нет вас. Но есть слушание. То есть у вас... Вы есть. Вас нету, и вы есть. Вас нету как прошлого, но вы есть как настоящее. И в этом настоящем нет вас как личности. Личность – это прошлое. И вы начинаете это понимать. Что вы можете не быть как прошлое, но при этом быть. И в этом быть нет вас, как вы себя знаете. Ну вот это вот такая история интересная. И, соответственно, если вы вот это понимаете, вы приходите просто для этого. Для того, чтобы жить, жить, быть живыми. Для того, чтобы послушать что-то, какую-то очередную делегуру. Или научиться, да, знания получить. Побыть живыми. И потом этот вкус, просто вкус, аромат. Вы пытаетесь... Вы с ним познакомились, потом вы пытаетесь его сохранить. Найти его не в контексте вот этого общения, а в контексте общения дома еще нет. В контексте другого процесса. Вы чувство быть живым можете получить в одном процессе, да? А вы функционируете в другом процессе. Но вы это качество привносите, да? То есть качество оно универсальное. Ну, в любом случае, повторяйте. Но живых людей мало. Трупы из тех трупов, видите? Мы живем на кладбище. Вашингтаре говорил, что странная история с человеком. Он не живет, а потом умирает. Он говорит, странно, как они умирают умирать, потому что они не жили. То есть живых людей мало. Потому что живых людей вообще нет. То, что живой, это не человек. Но когда кто-то живой начинает в человеке быть живым, да, то это очень приятное чувство. И мы глубинно все это ищем. Ну, как бы нам этого не хватает. И вот это чувство того, что я живой, оно насыщает. Оно вот эту пустоту бездомную, в которой мы есть. Потому что это чувство, оно такое же бездомное. Да, чувство, я есть жизнь. И тогда вы перестанете быть жадными. Тогда вы перестанете бояться. Тогда нет страха, потому что это есть. Не то, чтобы вы не боитесь. А просто это есть. И оно не позволяет страху возникнуть, потому что ему негде возникать, что заполнено определенным качеством жизни. Сумирон, а этого изменения можно касаться, а потом, в принципе, вращаться? Ну, можно, да. Это как интуитивно. Да. Такое такое. Приходите к океану, да, вы его чувствуете. Вы еще не погрузились, но уже запах бриз океанский. То есть, ну, здесь. Но вы еще не в нем. Когда вы в нем, вы растворяете, это сильная кукла. А симфония уже возврата празднует? Возврата нет, потому что ухода не было. Но так кажется. Нам кажется, что вы ушли, возвращаетесь, так кажется. Но когда вы действительно вернулись, вы понимаете, что вы не боитесь путешествовать. Это просто было как ссора. Даже поиск ваш – это ссора. Вам нечего искать. Но во сне вам кажется, что вы потеряли. Если вы во сне потеряли очки, вы во сне их ищете. Вы вынуждены искать, потому что во сне. Вам кажется, что вы потеряли. Значит, снится. Так и здесь. То есть, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, это еще часть сна. Но так снится. Я это понимаю. То есть, когда я вижу, я понимаю. Я не могу тебе сказать, что, ну, как бы… Я не могу сказать, что это сон. Но это максимум. Потому что сон закончится там, когда он закончится. Поэтому я просто могу там как держать ее за руку в этом сне. То есть, если чек снится кошмар, то вы не можете разбудить. Бывают такие состояния. То есть, вы просто не можете. Потому что вы не можете войти в его сон. Изменить сюжет. Во сне его убивают. Не можете. Отсюда войти в его сон. И спаси его. И разбудить не можете. Да? Очень глубокий. Он бредит. У него высокая температура там. Лихорадка. Он бредит. Единственное, что вы можете просто держать его за руку. Да? То есть, чтобы… Дать ему почувствовать, что он… Как бы, что он тот и рядом есть. Со временем лихорадка проходит. Не потому, что вы вошли в его сон. Да? Потому что вы не можете. Потому что реальность не может войти в сновидение. Как и сновидение не может войти в реальность. Вот в чем дело. Поэтому это скорее просто разделить с вами пространство, жизнь. Даже если вы бредите, да? Я могу просто разделить с вами жизнь. Но я не могу войти в ваш бред. Так вы не можете войти в реальность. С вами в виду я могу почувствовать, что это правильно. Да? Ты внутри бреда можешь почувствовать, что кого-то держит за руку. Да? Это не будет ощущения… Но это как энергия, она войдет в тебя. Она что-то изменит в твоем состоянии. Это вот и есть. Это работает прямо. Без понимания. Да? Ты просто держишь человека за руку, и… Это энергия. Ты же выложил энергию. Ты вложил какую-то часть себя в это. И это входит в его сон каким-то образом. Косвенно, да? Он рядом. И что-то меняется, и что-то будет меняться. И ум ничего с этим сделать не может. Это вот похожий процесс. Поэтому часто люди исцелялись вот в присутствии там святых, просто приходя. Они ничего не говорили. То есть просто присутствие. Разделить пространство, жизнь, да? Человек кто-то умер там, или что-то произошло, какое-то горе, он приходит. И есть сострадание, которое есть качество этого человека. Это не объяснение, что все хорошо, или ты в следующей жизни там воплотишься, или там никто не умирает. Это все ля-ля. Если этот поток сострадания, энергии, качества, а вот, если ты рядом, даже если ты находишь в своих проекциях, это будет потихоньку меняться, потому что это энергия будет, это сила. А если я ничем этим не обладаю, а только знаю красивые слова и пытаюсь тебя успокоить, которые я сам не верю на самом деле, по-настоящему, это не работает. Ну да, я точно. Поэтому жизнь кого не обманешь, люди на глубинном уровне их не обманешь. То есть когда подлинно, они чувствуют. Ты чувствуешь, что они не совсем заврались в самом жизни. Можно настолько завраться, что даже подлинно уже не чувствуются. Какой-то эталон внутри должен оставаться. Этот эталон – это ключ к поиску мастера. Просто быть максимально честным самому, и ты почувствуешь, что другого нет. Пробный камень – это только мы. Если перейдем к человеку, то пробный камень – это я. Насколько я сам чисто и честен, я могу почувствовать человеку. Закон подтверждает то, что он говорит. Ну вот, соответственно, закончили сегодня. Вопрос. Сейчас вы не сходите, я два слова еще скажу. Но вопрос можно задать, но мы уже, я не знаю, если коротко иметь. У меня вопрос такой. Вот вы сказали, делатели. Мы не делатели. Вот вы берете чашку, вам кажется, что это вы берете чашку, на самом деле это некрасиво, правильно? Вот теоретически умом, опять же, да? Я это понимаю. Иногда я это чувствую тоже, что некрасиво то, чем я рекомендуюсь. Я прошу? Да, это… Оно как бы действует. А как быть, чтобы… Вот что сделать, чтобы там оставаться чаще и чаще, и можно постоянно, мы так говорим, в то время? Ничего. Вот вопрос такой. Совсем сдаться этой силы, получается? То есть, как бы, отвлечить ум и просто отдаться этому? Ну, тогда ум тебе говорит. Я боюсь быть, как бы, такой щепкой в миру, не так, в игре. Ну, это все, не, все это понятно. Просто опять вопрос, он исходит из того, что есть сейчас кто-то, кто-то может сдаться или не сдаться, понимаете? И можно пойти просто путем рассмотрения, есть ли это кто-то, кто сдается или не сдается. Вот когда вы сейчас говорите со мной, я понимаю, что у вас чувство, что это вы со мной говорите. У меня такого чувства нет. Причем, потому что я наблюдал, как вот эта штука создает это чувство, да, во мне. Я знаю, как она вас создает. А вы этого не знаете, потому что вы не наблюдали. И вот, когда вы начинаете наблюдать, просто о том, что мы говорим «наблюдать», вы начнете видеть, что даже когда вы говорите, это уже, вот вы как, как сделать, какой-то силой, через меня проявлялась, так она вот сейчас прямо из-за чего проявляет, просто это не замечаете. А почему вы не замечаете? Потому что вы невнимательны. работать сейчас универсальная сила но спекулирует этой работы и тот же будет и я не вот и я не каждую секунду это я это я это я но это просто движение мысли когда не делает но присваивать себе действия а вы это не замечает то есть ваше внимание не регистрирует получаете к этому присматриваться да что это как 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 действие происходит и кто его присваивает как я понимать что-то я это фантом мысли форма сайта понимать что всегда действует эта сила и вопрос позволяет ли вы этой фантомной мысли присваивать себе действие силы не позволяете это позволь шоу внимание и то есть это просто констатация фактор который не регистрируется почему башни внимания и соответственно наблюдение за мыслью это тонко и тонкие вещи вы столько тонко внимание должно быть тонким это культивирование восприятия тонкости внимания это не привычка это культура это культура привычка всегда механистично это не механизм если все живое это не опыт опыт это тоже обустроенность это качество это качество да это смена фокуса но это не сразу привычки не становится опытом это всегда свежее поэтому если вы живете опытом привычкой это любая машина так делает поэтому вот это качество внимание это это не то что вы научились заучили и пользуетесь это inside от момента к моменту вы всегда внимательно всегда это живо вы живы нельзя сделать привычкой и нельзя сделать наработкой который будет не красивый работа значит опять будет у внимание всегда живое всегда способность его расшевелить это вот это то чем я занимаюсь здесь ваше внимание оживляю я не нарабатываю привычек то что это будет начать на руки все очень красиво может быть йога может быть и практики такие вы будете ситхами обладать все это не будет иметь аромата святости красоты есть ситхи которые ну как магия но они не имеют эту качество мастера но много способность они на работе что-то но свежести давно свежести которые окружают иисуса будут там нету другое измерение вообще это ясно я не хотела утонуть в словах понятно но вот как да это не вопрос объяснения а демонстрация стали вот как я это демонстрировал сейчас три часа если с людьми общаясь я проявляю вот это и есть как это есть ответ первое первое наблюдайте за умом наблюдайте за внутренним миром вот то что я сказал начать скажу в конце наблюдаете не позволяйте внимания фрагментироваться и видеть только то что приятно ведь надо видеть все не позволяйте прошлому обуславливающему опыта вмешиваться то что вы видите вот это ваша практика и и побольше если есть возможность вместе с людьми которые живут эти этого это все что можно делать если кто-то хочет аудиозаписи вот саша у него есть аудиозаписи разных сатсангов с разной встречи можно подойти и иногда задают вопросы где позаниматься немного с телом на обычном шоу поскольку я даю на семинарах я в разъездах и мы занимаемся только когда это семинарские циклы а если вы хотите позаниматься помимо моих встреч как-то сами саша вы можете подойти к нему и побывали то есть они ведут занятия в москве вот ну попробуйте если потому что мне кажется если все-таки заниматься чем-то у людей которые занимаются еще вот этим то обогащает процесс в любом случае завтра у нас еще одна встреча приходите продолжим понятно а то есть да и и и и и Спасибо.